здравствуйте ребята обратите внимание на видео что здесь изображено чей это мавзолей это мавзолей домалахана и сегодняшняя наша тема посвящена этому мавзолею мавзолей домалахана расположен на территории байдебекского района туркестанской области на южном склоне каратау по данным летописи домалахана является супругой знаменитого байдебека карашаула прародителя казахских родов житесу албан суан и дулат русский исследователь востоковед этнограф арестов утверждает что в 1876 году байдебек би по сведениям полученным от тиханбай батыра би из рода бутбай старшего жуза имел трех жен у байдебека от первой жены и сары сары ойсун от второй жены зирыб жолмамбет а третьей жены домалах сын жаршак от которого родились сыновья албан суан дулат в трудах академика алькея маргулана опиравшегося на записи жукана у алиханова написано что домалахана называли томалак аулие а имя сына жаршак по другим данным жарша в трудах дейсенова проводившего позднее исследование народных преданий об айдебек боба и домалахана говорится что домалахана при жизни звалась нурилой и была потомка мхуджи ахмеда ясауи внучкой знаменитого махтым ахзама хаджи в туркистане а ее отец али слан батыр нуриля али слан козе родилась в 1378 году в городе туркистан по завещанию своего деда махтым ахзама хаджи она вышла замуж за байдебека в 19 лет в 1397 году согласно народным легендам имя дехнад мама было дано и кара хайдаром туркменского происхождения дехнад мама переводе с персидского означает святая мать в результате название претерпела звуковые изменения и стала томалахана прямом переводе круглая мама дома лахана прославилась народе благодаря своим уникальным качествам она была способна примирить спорящие стороны приводя их мирным решением по легендам дома лахана олицетворение женской мудрости и материнской любви счастливого очага согласно устным историческим источником после смерти дома лахана ее внук дулат вызвал из бухары мастера по имени абдулла шер и построил над ее могилой купольный четырехстенный мавзолей в 1456 году мавзолей дома лахана неоднократно разрушался и восстанавливался начале двадцатого века на месте ранее разрушенного объекта будет возведен новый мавзолей компактная по размерам конструкция построена форме ротонда цилиндра по фасаду декорирована неглубокими нишами южной нише мавзолея находится входная дверь трехступенчатый карниз наверху закачивается невысоким куполом собрание памятников истории культуры южно-казахстанской области изданы в 1994 году размещен горизонтальный план мавзолея с черно-белым рисунком отреставрированный в 1957 году мавзолей простоял недолго в 1996 году был построен новый мавзолей с белыми камнями специально доставленными из мангстал архитектор тохтамес наряду с основными компонентами среднеазиатского культового строения вносит строительные элементы нового здания архаичные элементы казахской степи каждый отдельный фрагмент новостройки в целом придает зданию особый характер крупные элементы убранства расположены на всех фасадах мавзолея по словам народа напоминает форму украшения сережек и подвесок которые полюбила жена знаменитого байдыбек папа здание высотой 12 метров завершает восьмигранный купол перед входом мавзолей возведены две башни заключение мавзолей до малахана как уникальный памятник мусульманской архитектуры является важным объектом истории и одним из центров духовной культуры казахского народа отражающим национальное единство казахстана после провозглашения независимости изменилось и отношение к религии связи с чем особое сакральное значение для казахстанцев приобрели памятники религиозно-обрядовой архитектуры мавзолей до малахана является историческим и архитектурным памятником государственного значения на этом наш урок завершён спасибо большое за внимание ребята ответьте на три вопроса первый вопрос где находится мавзолей до малахана второй вопрос кто по народным легендам дал до малахана имя технат мама третий вопрос какие ученые изучали мавзолей до малахана